Улица Новороссийская, Первомайская и Мира. В станице Гастагаевской работают две бригады. Восстанавливают линии, расчищают дороги и мост через речку Гастагайку от поваленных деревьев и веток. Рабочий процесс контролирует глава сельского округа Николай Баюр. Сергей Павлович Сергеев посмотрел размеры стихии. Спасибо ему, сразу оказал детственную помощь. Нам была направлена бригада Зиновьева, которая восстанавливала уличное освещение. Нам был направлен начальник отдела энергосбыта Таран Игорь Владимирович, который сформировал две бригады. И начали мы в первую очередь устранять порывы на высокой линии и вчера на низкое напряжение. Значит, на утро у нас сегодня осталась одна ТП 618, 27 дубов на ней и по улице Северной 10 домов. Рабочей группе шести электромонтерам помогают спецтехникой, два трактора и экскаватор. К вечеру, 23 января, энергетики должны полностью восстановить подачу электроэнергии в станице. Хутор Черный, Юровка. Здесь стихия тоже навела беспорядок. Наледь растаяла только в среду утром. Аварийно-ремонтные работы проводят пять бригад электромонтеров, местные специалисты и группа сотрудников Кубанинерго. Подачу электроэнергии запланировали во всех населенных пунктах округа к вечеру. Без электричества оказалось 8700 человек, три школы, пять садиков. Ну, все социальные объекты полностью были обесточены. На сегодняшнее время без электричества остаются хутор Иваново и Красная Горка. Сейчас работает пять вышек, 30 человек. В основном это силы районных распределительных сетей. Участвует одна бригада НЭСКО. Подачу энергии восстанавливают. Ремонтные работы проводят с учетом предстоящих холодов. По прогнозам, в ближайшие сутки в Анапу придет настоящая зима с морозом до минус 10 градусов. Никита Бойко, Наталья Пухальская, Александр Кореневский, Анапа. Регион.